Здравствуйте! В эфире передача по факту. С нами сегодня академик, тюрколог Рубен Сафрастян. Здравствуйте, Рубен Арамович! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам. Спасибо за приглашение. Рубен Арамович Эрдоган посетил Баку. Это его второй визит после инаугурации. Первый визит был в Кипр, как известно, непризнанное государство. Чем объяснить, что второй визит в Баку? Видите ли вы в этом какой-то смысл? Вы знаете, я начну с северного Кипра. Это непризнанное государство, признано только Турцией. И этот визит на Кипр, на северный Кипр, имел и символическое значение, и геополитическое значение. Символическое в том смысле, что Турция будет продолжать свою политику оказывания давления на те государства, которые находятся в какой-то зависимости от Турции, с тем, чтобы они признали вот это непризнанное государство северного Кипра. Это символическое значение, первый визит. А геополитическое значение состоит в том, и об этом Эрдоган сказал в своем выступлении, что северный Кипр играет важную роль в геополитических расчетах Турции, связанных с Восточным Средиземноморьями. Известно, что там были найдены большие запасы энергоносителей. И Турция заинтересована в том, чтобы через вот это непризнанное государство северного Кипра попытаться завладеть этими запасами, установить свой контроль над выводом этих энергоносителей в страны Европы. Так что это имело и геополитическое значение. Второй визит состоялся в Баку, в Азербайджан. Тут тоже есть и символическое значение, и геополитические подтексты. Ну, символически тут все понятно. Турция продолжает оказывать поддержку Азербайджану в качестве старшего брата. Но не понижает ли он тем самым планку Азербайджана? Особенно учитывая, какие заявления там делал Эрдоган, в том числе на бытовом уровне. Вы знаете, я не думаю, что для Эрдогана имеет какое-то значение планка Азербайджана как суверенного государства. Но для Азербайджана, возможно, имеет значение. Конечно. Вот это символическое значение я сказал. Второе – это геополитическое значение. А геополитическое значение Азербайджана для Турции, на мой взгляд, кроется в следующем. Турция используется, извините, Азербайджан используется Турцией для достижения своей геополитической, стратегической цели у нас в регионе Южного Кавказа. А эта цель состоит в том, чтобы взять под свой контроль Южный Кавказ. И Азербайджан используется Турцией как орудие для достижения этой стратегической цели. Так что там его высказывания о необходимости поднятия рождаемости в Азербайджане и так далее, они как раз вот эту истину выражают. Азербайджан рассматривается Турцией как орудие для своих целей. Если население Азербайджана будет больше, то это орудие будет действеннее для Турции. Так что тут все понятно. Его месседжи относительно того, чтобы консульство в Шуши открыть, как оцениваете, из той же категории? Турция заинтересована в том, чтобы иметь как можно больше точек доступа на Южный Кавказ. Для того, чтобы расширить свое геополитическое влияние на Южном Кавказе. И с этой точки зрения Шуши для Турции это идеальное место. В качестве плацдарма геополитического для расширения своего влияния в этом регионе и в Гварцахе, и в целом на Южном Кавказе. А связана ли вот агрессия Азербайджана в отношении Армении, вчерашняя попытка установить флаг, стрельба, все это имело место сразу после визита Эрдогана. Вы видите какую-то связь между этими событиями? Прекрасный вопрос. Да, вижу. Вы знаете, после того, как министром иностранных дел был назначен Акан Фидан, весьма заметную личность в Турции, который с 2010 года занимал пост руководителя Турецкой разведывательной службы. Но это была часть его деятельности. Вторая часть – это участие в таких подковерных дипломатических акциях, которые предпринимала и Турция в течение вот этих десятилетий. На Ближнем Востоке, в нас регионе и так далее. И Фидан был основным действующим лицом вот этой невидимой дипломатии. И я был уверен, что после того, как он стал уже таким респектабельным, видимым дипломатом, он будет стремиться к тому, чтобы дипломатия Турции стала более такой решительной, она и так пытается быть решительной, более твёрдой, с тем, чтобы Эрдоган и его единомышленник Фидан достигли бы своих стратегических целей. С этой точки зрения вот эти провокации Азербайджана, которые он и до этого устраивал, конечно, но то, что Азербайджан уже начал устраивать провокации не только на восточных границах республики Армения, а и в районе Иерасха, вот это уже новое явление. Это новое явление, и оно свидетельствует о том, что Азербайджан уже будет, не будет останавливаться перед тем, где устанавливать, где замышлять и осуществлять провокации, а будет провоцировать Армению уже непосредственно в близости Армире Ивана. Возможно ли, что это перерастёт в настоящую эскалацию? Я эту возможность не исключаю. Конечно, Азербайджан к этому готов, и не случайно, вот недавно была информация о том, что их министр обороны приказал азербайджанским войскам быть высшей степени готовности. Но всё-таки вот если судить по геополитической ситуации у нас в регионе, на этом этапе, мне кажется, Азербайджану не с руки какая-то широкомасштабная провокация, эскалация, которая могла бы перерасти войну. Пока что Азербайджан, и за спиной Азербайджана Маячи Турция, они пытаются получить максимальное возможное после 44-гневной войны. Пока что они надеются получить этими провокациями, нагнетанием напряжённости на границах Арцаха, Армении, получить от Армении уступки. Пока что они вот в этом направлении работают. Если они убедятся, что достичь вот этих целей, уступок со стороны, принципиальных уступок со стороны Армении невозможно, тогда они будут рассматривать и возможность широкомасштабных военных действий против Арцаха, против Армении. Никол Пащинян был первым руководителем Армении, кто поехал на инаугурацию в Турцию. И удостоился похвал Эрдогана, он хвалит Никола Пащиняна. Тем не менее, что-то меняется для Армении в отношении Турции, со стороны Турции? Нет, конечно. Конечно, нет. Турция – это государство, которое имеет в своём понимании какие-то свои цели стратегические, своей внешней политики, менять эти цели в зависимости от каких-то таких сиюминутных действий, акций, заявлений. Она не собирается и не будет этого делать. Вот вы сказали, Пащинян был первым руководителем Армении, который поехал на инаугурацию. Но я помню, что и Терпетросян, будучи президентом Армении, поехал в Турцию на похороны турецкого президента. Да, но не инаугурация. Другое событие было. Кстати, я был в составе первой делегации Армении во главе с Терпетросяном, которая поехала в Турцию. Конечно, это был визит не в Турцию, а это был визит на инаугурацию, не президента, а организации Черноморского экономического сотрудничества. Тогда первая армянская делегация, наверное, на такого уровня поехала в Турцию. Но она участвовала в работе международной организации, а не имела отношения с двусторонним. Во время своего предыдущего срока Эрдоган был сосредоточен на внешней политике. Как вы считаете, сейчас, когда столько проблем внутри самой Турции, последствия землетрясения, крах экономики, недовольство очень многих граждан, его политика, вектор не изменится? Конечно, внутренняя политика будет занимать важное место в политике, в целом в политике Эрдогана. И именно, вы знаете, часть внутренней политики, которая связана с экономическими проблемами, с финансами, потому что положение Турции плачевное, я бы сказал. Особенно в период предвыборной борьбы в Турции были выброшены на рынок огромное количество иностранной валюты и золота с тем, чтобы попытаться удержать более или менее курс турецкой лиры. Потому что инфляция была астрономическая в Турции. И это было важно для Эрдогана для того, чтобы как-то избирателям что-то реальное показать на этом фоне бедственного экономического финансового положения. А после этого фактически казна Турции на грани истощения. Поэтому основное внимание на этом небольшом участке, я думаю, в его периоде в качестве президента, он будет большое внимание уделять финансам. И неспроста на министра финансов назначен человек, Мехмед Шимшек, который считается крупным специалистом в области финансовой и пользуется большим международным авторитетом. Так что я думаю, именно Эрдоган будет стараться, используя Шимшека, добиться какой-то стабилизации в области финансов Турции. Последствия землетрясения. Бедственное землетрясение, катастрофическое. Только по официальным подсчетам Турции потребуется больше 100 миллиардов долларов. для восстановления разрушенного в результате землетрясения, а на самом деле, я думаю, в два раза больше. А Турции саму эти деньги невозможно найти. Запад поможет? На кого надежда? Да, вот это очень важный вопрос. Я думаю, все-таки Запад и Соединенные Штаты будут основными помощниками Эрдогана в этом вопросе. Но Соединенные Штаты, насколько я понимаю, просто так не помогут. Будут ставить свои условия в области внешней политики. В первую очередь, отношения с Россией, вероятно. С Россией, отношения, скажем, членства Швейти в НАТО и так далее. Возможно ли охлаждение отношений Турции и России? Возможно. На том, что Вы сказали. Да, я считаю, возможно, конечно, два определенного предела. Потому что все-таки Россия и Турция, являясь стратегическими соперниками, в тактическом отношении завязали довольно тесные отношения. И появилась взаимозависимость России и Турции. И в какой-то степени Эрдоган уже не может так серьезно испортить отношения с Россией. Хотя он будет, я думаю, показывать Соединенным Штатам более такое лояльное отношение к Соединенным Штатам. Он будет это лоббировать? Я бы не сказал это лоббировать. Потому что стратегически Турция часть Запада. Член НАТО. Член НАТО и союзник Соединенных Штатов вполне благонадежный. У нас в регионе, на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье. Так что это все останется. Турция будет как-то более так на словах. Я думаю, или в какой-то степени, в небольшой степени, больше ложится в парвардер политики Соединенных Штатов в отношении России с Запада в целом, коллективного Запада в целом, но сохранит в принципиальном отношении те отношения с Россией, которые уже есть. Никол Пашинян так или иначе пытался неоднократно дать понять, что он не первый руководитель Армении, который признает Орцах в составе Азербайджана. Между тем, Жозеф Боррель в своем заявлении четко сказал, что Никол Пашинян первый, кто признает Орцах в составе Азербайджана. Там четко это сказано. Не объясняется ли эта спешка, не объясняется ли этим спешка, стремлением решить побыстрее вопрос Орцаха? С чьей стороны? Со стороны Азербайджана или со стороны Армении? Ну, Азербайджан давит. Азербайджан давит им. И не только Азербайджан. И Турция давит, и Запад давит. Все игроки, кажется, международные в том числе. В первую очередь, я думаю, тут заинтересованы Азербайджан и Турция. Им необходимо как можно быстрее добиться фиксирования результатов войны 44-гненной в качестве официального какого-то документа, договора или соглашения между Арменией и Азербайджаном на условиях Азербайджана. И я думаю, политика Армении, она все-таки больше стремится к тому, чтобы как-то выиграть время. Я не знаю, насколько это соответствует истинам, потому что я не имею информации на самом деле, как все это рассматривается у нас в МИДе. Но мне кажется, если чисто логически подходить, Армения должна стремиться выиграть время с тем, чтобы как-то попытаться восстановиться после 44-гненной войны. с тем, чтобы иметь возможность больше на равных, говорить с Азербайджаном. Я думаю, фактор времени для Армении имеет большее значение. Если Азербайджан стремится как можно быстрее все это оформить, то чисто логически, если подходить Армении, необходимо время с тем, чтобы немного встряхнуть в себя племя 44-гненной войны, расправить плечи с тем, чтобы увереннее смотреть уже лицо нашему с такому неугомонному соседу, нашему сопернику регионов, противнику Азербайджану. Рубен Арамович, наш с вами последний вопрос. Азербайджан всячески отрицает факт блокады Лачинского коридора. Но как иначе назвать то, что проделывает Алиев со своими так называемыми гражданами? Он же любит называть Артахстов своими гражданами. Не пропускают продукты питания, медикаменты, люди не могут поехать на лечение. Я уж не говорю о том, что даже деятельность сельскохозяйственная затруднена, отключается свет, газ, нечеловеческие условия. Это ли не есть геноцид? Как охарактеризуете? Это не только блокады. Это попытка решить арт-царский вопрос использованием силы, использованием угрозы этнической чистки. геноцидов. Все это, я думаю, часть плана, который выработан не только в Баку, но в первую очередь в Анкаре. Часть плана с тем, чтобы как можно быстрее добиться фиксации результатов 44-х дневной войны в качестве какого-то официального документа. Я думаю, что к этому и стремится Азербайджан, добиться того, чтобы этническая чистка произошла, устроить геноцид в отношении населения Арцаха, Нагорного, Карабаха. Тут многое зависит от стойкости, знаете, от стойкости арцахцев. Стойкости им не занимать? Им не занимать. У меня много друзей. Я был в Арцахе где-то в конце прошлого года на конференции. И в Аочи еще раз убедился, что народ Арцаха, он непобедим. Он победим, и я в этом уверен. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. Передача по факту подошла к концу. С нами был академик, тюрколог Рубен Сафрастян. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин